Всем привет, с вами Кэт Кена и ты смотришь Puzzle English. Сегодня предлагаю поговорить о кошках. Во-первых, о крысках мы уже поговорили, если ты пропустил этот выпуск, обязательно посмотри. Во-вторых, мое имя Кэт, поэтому ну как бы сам Бог велел. Другое дело, что Кэт как животное пишется с буквой С, мое имя пишется с буквой К, но это все лирик. Давай сначала пройдемся по выражениям, которые есть такие же точно в русском языке, чтобы ты понимала, о чем речь. Все кошки ночью серы, по-английски точно так же. Любопытство убило кошку. Лыбиться, как фишерский кот. Играть в кошки-мышки. По-русски, да, мы тоже так говорим, кошки из дому, мышки в пляс. Теперь есть выражения, которых в русском языке нет. Но есть что-то, какой-то эквивалент, да, например. Означает спасибо в карман не положишь, спасибо на хлеб не намажешь. Если переводить дословно, то ваше спасибо, starve это голодать, умирать от голода. Ну, собственно, вот от ваших спасибо кошка сдохнет от голода. Вот так, если дословно. Еще выражение, я не хочу знать, откуда оно взялось. Оно немножко суровое, если его дословно переводить. Когда no room to swing a cat, означает, что где-то нет места, даже чтобы кошку покрутить. Чтобы ты понимал, swing это движение, когда, наверное, вот кошка привязана на веревке, и ты вот так вот делаешь. Я не хочу знать, почему они используют это выражение. Но мы говорим по-русски, да, как сардины в бочке, как селедки в бочке. Вот когда очень тесно и много вот всего и всех, это вот no room to swing a cat. Дальше. Один из моих любимых писателей, Теннесси Уильямс. И у него есть книжка, которая называется, называется Cat on a hot tin roof. Вот выражение также и будет, как название. Like a cat on a hot tin roof. Это когда, ну, если представишь, да, hot tin roof, это что? Это раскаленная, кошка на раскаленной крыше. Мы, наверное, по-русски сюда используем, как уш на сковородке. Вот из этой серии. То есть, когда человек очень нервничает как-то, вот он весь такой вот. Это вот like a cat on a hot tin roof. Еще у выражения с кошкой. Наверное, слышал это выражение. Let the cat out of the bag. Выпустить кота из мешка. Это означает что? Правильно. Сболтнуть какой-то секрет нечаянно. Просто, да, что-то, ну, иногда специально, но, как правило, нечаянно. Что-то вдруг сказал, а это был секрет такой. Упси-дейзи, а уже поздно. Есть еще замечательная фразочка коротенькая. A cat nap. Cat nap – это вот небольшой тихий час в течение дня. Ну, кошки же все время что-то где-то там дремлют. Ну, вот это как раз оно, да. Есть power nap, когда ты 20 минут прилег быстренько. Cat nap – это тоже быстренько в течение дня на полчасика прикорнуть. Вот это оно. Дальше. Кошка часто сравнивается с чем-то. И со словом кошка, если представить что-то еще, можно назвать человека. Вот сейчас вот эти слова пойдут. Например, she's such a hell cat. Hell cat – hell как ад, да, ад. Это когда вот схлоченная баба, мегера, которая скандальная, орет. Вот это вот все – это hell cat. Есть еще у нас fat cat. He's such a fat cat. Это не про толстость, это не про комплекцию. Это когда человек – денежный мешок. Богач – вот это вот fat cat. Еще есть cool cat. Cool cat – это когда кто-то клевый чел. Может быть, можно сказать про мальчика, можно про девочку. И такой человек с ним легко, с ним интересно. Он весь такой и в трендных шаре. Такой вот cool cat. John is a very cool cat. I really like him. Например. Scary cat – это человек, которого очень легко напугать. Особенно вот эти люди, к которым подойдешь. Привет. Вот это вот машина проехала, он там испугался. Вот это все. Вот это scary cat. Ну и который вообще, в принципе, всего боится. И еще один подвид кошки – copycat. Copycat – это тот, кто копирует чьи-то действия. Можно в шутливой форме. Как правило, в шутливой форме. Например, приходишь в кафешку, сидишь с другом, заказываешь «Мне, пожалуйста, миндальный капучинчик». И он заказывает точно такое же после тебя, тут же при тебе. Ты ему говоришь «You're such a copycat». То есть человек тебя скопировал. Ну что ж, этот выпуск был специально для всех кошатников. И не только. Надеюсь, что ты сможешь эти выражения либо переводить, когда их встретишь, либо использовать свои собственные речи. Спасибо большое за внимание. Учи английский с Puzzle English. Продолжение следует...